Время новостей. К этому часу расскажу вам я, Анна Антонова. И смотрите в этом выпуске. Отопительного сезона закончилась с чрезвычайной ситуацией. Когда же в домах города станет тепло? Щелкнуло по носу. Известный блогер Вера Афанасьева сравнила Дмитрия Олейника с Пиноккио. Они вместе с оппозицией думали, как сделать выборы честными. Подробности в программе «Прямая речь». Буквально час назад пожарные потушили заброшенный дом на перекрестке улиц Кузнечная и Соборная. По словам очевидцев, народ выбегал, в чем попало. Никто из местных не видел, как здание загорелось, почувствовали запах дыма. Сильный ветер усложнял работу пожарных. Огонь мог перекинуться на соседние постройки. На данный момент информации о погибших и пострадавших нет. И снова Саратов заминировали. Город буквально парализовала новая волна эвакуации. Работа остановилась в правительстве области, министерствах, школах, вузах, торговых центрах. Уже вечером стало известно об оцеплении и железнодорожного вокзала. Всего эвакуировали более 50 учреждений. В результате на дорогах образовались пробки. Каковы официальные причины эвакуации? Как сработали службы и другие подробности произошедшего у Дениса Титаренко? Министр, главы комитетов, заместители и пресс-секретари. На улице все, несмотря на должности и чины. Пока одни прямо на тротуаре проводят рабочие совещания, другие дают комментарии в оперативном режиме. Да, действительно, сейчас находимся на улице. Да, да, был звонок. Вторая волна масштабной эвакуации обрушилась на Саратов и Энгельс. Первые тревожные звонки стали раздаваться в учреждениях около часа дня. Начали, как и в прошлый раз, с крупных торговых центров. Матч, мы с кем? Мы с кем? Оранжевый Тау-галерея. Happy Mall и Triumph. Благо, в середине рабочего дня в торговых центрах не слишком много покупателей. Поэтому эвакуации проходили быстро, однако в основном силами местных служб безопасности. Оставалось только дождаться кинологов. Не знаю по времени, ну минут 20, наверное, уже стоим точно. Вышли через боковой выход на Кутиково и все. Отошли, попросили отойти, отошли сюда. Стоим здесь, ждем. Сначала все стояли около торгового центра, и потом уже попросили всех перейти на эту сторону. И долго здесь уже стоите? Минут 40. И что обещают, когда обратно заходят? Вообще ничего, пока тишина. По предварительным данным, буквально за час было эвакуировано почти 20 учебных заведений. В этот раз под прицел телефонных террористов попали даже детские сады. Студенческий городок СГУ был оцеплен полностью. Учащихся распустили домой. Ректор и заместитель ждали приезда оперативных служб на улице. Во время второй волны телефонных звонков к якобы заминированным организациям добавились областной ЗАГС, арбитражный суд, крытый рынок, Минздрав и Минсельхоз. Прямо на наших глазах началась эвакуация в торговом центре «Мир» на Московской. Несколько сотен людей были вынуждены прервать работу и выйти на улицу. Нет, спокойно. Нас часто проводят учебные тревоги, поэтому все оперативно и быстро выполнили. Но они не то, что регулярные, только учебные. Потеряли, не знаю, в прошлый раз по 15 минут, не больше. А сейчас вот будем смотреть. Судя по сообщениям в социальных сетях, звонки о заминировании зданий продолжались до самого вечера. Так около 17.00 на улицу вывели всех посетителей и сотрудников Синого рынка. Идентичная картина разворачивалась еще в нескольких крупных городах страны. СМИ сообщают об эвакуациях школ и торговых центров в Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде. Денис Титаренко, Алексей Фенин, Саратов-24. Погибли в огне. Саратове пожар на Мясницкой унес жизни двух мужчин. Еще один доставлен в ожоговый центр. Возгорание полностью устранено, но сделать это было непросто. Почему, расскажет Полина Попенец. Мы сейчас находимся в том самом доме, где произошло возгорание. Как видите, после работы пожарных здесь очень сильно все протекает. А вот здесь находится лестница, которая ведет на третий этаж. На третьем этаже произошло возгорание в одной из квартир. Там сейчас находятся тела погибших, двоих человек. По словам людей, на третьем этаже проживали квартиранты. Они несколько лет снимали квартиру. Причины возгорания пока устанавливаются, но уже известно, что пострадали четыре квартиры. Вот одна из них. Она полностью с зальто водой. Это наша квартира такая, да. И потолки все обвалились. Все, тут, там, везде все. Потолок навесной. Мою кровать всю залила. Я просыпаюсь от того, что мне соседка стукнула по окну. Я вышла, говорю, что ты что? Она говорит, что горит. Ну и все. Они все квартиранты тут были. Как тебя велели? И в милицию заявляли. Не то, что они выпивали. Они все время, каждый день это. И каждый день бардак. По предварительным данным, возгорание случилось в пять часов утра. Сюда приехали все спасательные службы, пожарные. А также сюда приехали специалисты, которые отключили в доме свет и газ. Нам газ не подключают. Говорят, за свой счет подключать. Почему я должна подключать, если я пострадавшая? Когда и кто сказал об этом? Сейчас приезжал мужчина максимум минут 20 назад. И сказал, что отключат везде весь дом. То есть мы его спросили, почему мы должны страдать без газа сидеть. Он сказал, что если будем подключать, то подключается это платно все. И подключат они не скоро? Да, и не скоро. Также с самого утра здесь были специалисты строительно-экспертизной компании, которая должна будет оценить ущерб, который нанесен жителям этого дома. Сейчас пока невозможно сказать, сколько денег необходимо на восстановление. В настоящее время сейчас следственным отделом по Ложескому району проводятся следственные оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также личности погибших. Тела сейчас подвергнут термическому воздействию, с чем сейчас определить сложно, мужчина или ты женщина. Еще одного пострадавшего увезли в ожоговый центр. Это мужчина предварительно 50-60 года рождения. Сейчас тоже его личность устанавливается. Он находится в тяжелом состоянии. Сейчас ему оказывается помощь в ожоговом центре. Мы будем следить за развитием событий. Полина Попенец, Алексей Фенин, Саратов-24. Трагедии на Мясницкой, по мнению представителей Общероссийского народного фронта, можно было избежать. Дело в том, что саратовские активисты еще в 2014 году обратили внимание на этот дом. Несмотря на общее плачевное состояние, дом номер 7 оказался разделенным на несколько литер, часть из которых были признаны аварийными, а про остальные просто забыли. При этом активисты отмечают, что они не раз выступали организаторами встреч жильцов с представителями профильных министерств и районной администрации. Именно часть вот этого красудома под литерой, она никуда не попала ни в какие программы и не была, главное, признана аварийной. Вот проблема в чем закрывается. Аварийность и как того, и там не была признана. И после всех наших действий, разговоров, неоднократных выездов, никаких действий, которые должны были последовать со стороны органов муниципальной власти, их не было, их не произошло. Активисты даже нашли специалистов и деньги на проведение необходимой экспертизы. Однако, по словам представителей ОНФ, со стороны ответственных чиновников обратной связи снова не получили. Мы связались с врачами ожогового центра и с представителями следственного комитета. Личности погибших пока не установлены, а пострадавший мужчина сейчас находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Предмет первой необходимости у жильцов дома на улице Мичурина – это вместительный таз. Уже много лет в плохую погоду он спасает от наводнений с крыши. И жители уже почти смирились с этой ситуацией. Но собственники нескольких квартир в доме решились публично рассказать о своей проблеме. Рубрика выходит при поддержке Межрегионального правового центра. Межрегиональный правовой центр. Юристы, к которым обращаются. 91-71-91. Мы берем тазы, извините меня, как в деревне, ставим тазы в центре города Саратова и собираем воду, чтобы нам на голову не лилось. Каждого дождя здесь ждут с ужасом. Причина – прохудившаяся крыша. Жильцы говорят, вода течет круглый год, даже зимой, в периоды оттепели. Причем этот дом с коммунальными квартирами находится в самом центре Саратова, на улице Мичурина, 48. Страдают жильцы всех двух его этажей. Мы живем в параллельном крыле этого дома. Вода протекает через второй этаж. Она течет к нам на первый этаж. По стене она стекает аккуратно в цокольный этаж. Дом на улице Мичурина – ровесник Октябрьской революции. Был введен в эксплуатацию ровно сто лет назад. Менялась ли когда-либо крыша, даже сторожилы не помнят. Но говорят, что заливает их уже более семи лет. Лампочку мы вывели специально. Посмотрите, у всех людей она в центре. У нас вот на красивой стеночке. Из-за того, что бежит вода по лампочке, получается у нас замыкание. Жители боятся не только электрического замыкания. Они опасаются за свое здоровье. Ведь все стены поражены грибком. Его спорами им приходится дышать каждый день. Своими силами люди устранить последствия залива вряд ли смогут. По словам эксперта, на это потребуется чуть меньше миллиона рублей. Собственники одной из квартир, Екатерина Хрястова и ее супруг Евгений, решили, что ситуация не иначе, как критическая. Еще в феврале они написали заявление в адрес своей управляющей компании «Сервисдом». Но ответа не последовало. За комментарием в эту организацию обратились корреспонденты телеканала «Саратов-24». Ответ получили по телефону. Мы не собираем на ремонт жилья. Мы собираем на содержание жилья. На ремонт жилья, на текущий ремонт, собираем фонд капитального ремонта. Прокомментировать ситуацию мы попросили юриста. Кровлю данного дома должна ремонтировать непосредственно управляющая компания «Сервисдом». Именно она взяла на баланс по обслуживанию данного дома. Сейчас отчаявшиеся жильцы совещаются с юристом. Специалист советует обратиться в суд. Тем более, что согласно закону о защите прав потребителей, жильцам не придется платить никаких государственных пошлин. Я полагаю, что необходимо обратиться за защитой своих прав судебные органы. Как выясняется уже и с коллективным исковым заявлением, требованием данного заявления искового будет одно единственное. Это восстановить кровлю и возместить те расходы, которые понесли или понесут в будущем собственники данных жилых помещений. Жильцы решили обратиться в суд как можно быстрее. Они опасаются, что управляющая компания постарается сбросить их проблемный дом со своего баланса. Оксана Лючева, Вячеслав Соленков, Саратов-24. Мы будем следить за развитием ситуации. Ну а если вам нужна помощь нашего телеканала и вы готовы рассказать о своей проблеме, пишите на нам почту infosobaka.saratov24.tv или звоните по телефону 705-755. Съемочная группа рубрики «Дежурный репортер» приедет на вызов. В Балашове Саратовской области власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Причиной стало отсутствие отопления во многих многоквартирных жилых домах города. Об этом сообщил замначальник районного управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Олег Михалев. Три проблемных дома, где проживает более 250 семей, не могут войти в отопительный сезон, поскольку там до сих пор не отремонтированы водоводы. Районная комиссия по чрезвычайным ситуациям рекомендовала главе Балашова выделить деньги из районного бюджета на восстановление труб и в самое ближайшее время обеспечить людей отоплением. В этой студии есть «Пиноккио». Известный саратовский блогер Вера Афанасьева жестко выступила в программе «Прямая речь». Ранее она написала в своем блоге, что уволить глав территориально-избирательных комиссий по подозрению в нелегитимности, но признать выборы легитимными могут только эти сказочные персонажи. И у них от вранья, как у «Пиноккио» растут носы. Но тот, чей нос Вера Афанасьева сощила подозрительным, предложил способ сделать выборы честными, а именно избавиться от территориально-избирательных комиссий вовсе. Но против такой позиции выступила Ольга Алимова. Подробности сразу после выпуска новостей. Сотни человек посетили стенд Саратовской области на выставке «Золотая осень-2017». Накануне в столице начал работу агропромышленный форум. Он собрал представителей бизнеса, науки, руководителей предприятий, организаций, экспертов и ведущих специалистов сельского хозяйства. Губернатор Валерий Радаев принял участие в торжественном открытии агропромышленной выставки, а также в пленарном заседании. Лидерство российского агропромышленного комплекса «Как обеспечить рост». Стенд Саратовской области на выставке посетил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Губернатор Валерий Радаев поблагодарил председателя правительства Российской Федерации за высокую оценку работы саратовских тружеников села. Выходим на рекорд, прям 6 миллионов тонн, и выходим на рекорд 15 тысяч миллиардов тонн. Я думаю, что в нашей зоне это даст прибавку к нам в Урагае в последующие годы, и выходим по импортозамещению. И технику, сами каскад, вот машина уже сегодня на полях наших работнограждан изготовил. А это что? Это очистительный комплекс, современные навешки ставим, учитывая, что и хранение на сразу 20 тысяч. Большой хлеб, но надо строить свои йогисти для хранения. Спасибо огромное за поддержку. Спасибо большое. Саратовский стенд также посетили губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и директор Департамента развития сельских территорий Минсельхоза России Владимир Свеженец. В главном аграрном форуме страны участвует 68 субъектов. На выставке представлены новые образцы сельхозтехники, с современной технологией, продукцией известных брендов. На финишной прямой на протяжении целого месяца команда телеканала «Саратов-24» упорно занималась спортом. Изнуряющие тренировки под руководством опытных спортсменов стали неотъемлемой частью образа жизни. Все усилия брошены на то, чтобы уже в это воскресенье, 8 октября, принять участие в масштабном забеге «Открытый город». Спортсмены уверены, что с такой подготовкой преодолеть дистанцию не составит труда. «Первая тренировка была очень тяжелая, далась крайне тяжело. Но вот каждый раз с новой тренировкой я чувствую, как растут силы, появляется новая энергия, появляется азарт. То есть, несмотря на то, что у нас каждый раз все холоднее и холоднее на тренировке, но все равно мы бегаем, занимаемся. Спасибо большое тренерам. Конечно, очень профессиональный уровень подготовки. И мы даже не ожидали, что будет столько внимания нам от таких именитых спортсменов». «Я думаю, что у них все получится. Понятно, что они не будут ставить рекорды, победить. Но если даже они просто пробегут и поймут, что на этом останавливаться не надо, а надо как-то совершенствоваться дальше, стремиться уже где-то, допустим, запомнить этот результат и сделать следующее соревнование, улучшить его, и будет просто замечательно». Старт забега в 9 утра с театральной площади соревнований состоит из трех дистанций – один, пять и десять километров. Принять участие в забеге могут как взрослые, так и дети. Кредиты в 20, 30 или 50 тысяч рублей уже стали нормой для современного россиянина. Но как взять в кредит более круглую сумму и на выгодных условиях? Об этом расскажет наш следующий сюжет. «Для значительной части россиян потребительский кредит на 30, 50 и даже 100 тысяч рублей достаточно привычное дело. Но бывают случаи, когда нужна сумма, превышающая стандартную». «Здесь уже потребуется особый кредитный продукт, и в банке восточный является кредит под залог недвижимости. Максимальная сумма по данному кредиту – до 15 миллионов рублей. Залогом может служить любая собственность, будь то квартира, загородный дом или коммерческая недвижимость». При этом условия проживания для заемщика не меняются. Он и его семья продолжают проживать на своей площади. А кредитом они могут пользоваться по своему усмотрению. «Отмечу, что спрос на кредиты выше среднего существенно повысился. Речь идет о суммах в 1, 2 и даже 5 миллионов рублей. Банк «Восточный» предлагает индивидуальным предпринимателям и владельцам собственного дела воспользоваться умным кредитом «Смарт-кошелек» и пополнить свои оборотные средства в сезон продаж». Доступная ставка по этому кредиту позволит решить финансовые вопросы любого плана. Если вы намерены воспользоваться подобными кредитами, обратите внимание, что банк должен иметь достаточный опыт в работе с клиентами, положительные отзывы и гарантировал надежность всех операций и процедур. Банк «Восточный» вправе называться надежным партнером. Об этом свидетельствует проверка экономическими потрясениями и доверие как со стороны специалистов, так и со стороны обычных граждан. А прямо сейчас мы расскажем вам о курсе валют от «Газнефтьбанка». На этом у меня все. С вами была Анна Антонова. Информационный час на телеканале «Саратов-24» не заканчивается. Эфир продолжит программа «Прямая речь». Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова